ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем собираются подогревать страсти на льду? На территории музея-заповедника растет множество деревьев. А у какого именно загадывать желание, покажем. Люди, явления и события. Все самое интересное, что происходит рядом в ближайшие полчаса. С вами Ольга Солоницына. Здравствуйте. То холодно, то снежно. В Тюмени вновь осадки. Госавтоинспекторы призывают автомобилистов пересесть на автобусы или же быть предельно внимательными, особенно на переходах и поворотах. А главное не мешать уборке снега. Она идет круглосуточно. На улице областного центра выведено более 500 единиц техники от 20 дорожных организаций. Общими силами коммунальщикам предстоит убрать 12 миллионов квадратных метров дворов, мостов и путепроводов. А Тюмень-Гормост задействовал многофункциональную машину особого назначения в вилле. Она предназначена для осколки льда, наледи и накатов. Последнее для областной столицы сейчас особенно актуально. А там, где вилле не проедет, дворник пройдет. Снежные деньки-то едва ли не самые востребованные специалисты. Мы решили поболтать с ними о жизни, о работе и чистоте тюменских улиц. Интересно получилось. С лопатой Владислав неразлучен уже 18 лет. Однако столько снега еще не видел. Работать приходится с утра и до вечера. И даже в праздничные дни. У нас снег идет, мы работаем. Надо в хорошей форме быть. Так что пить некогда. И сейчас интересная тема пошла. Раньше, если люди... Дворник это был алкоголик. Или человек несостоявшийся. Сейчас, наоборот, человек может работать по такой погоде только тот, кто вообще не пьет. Хоть свой труд дворник Поляков и считает делом неблагодарным, профессию не бросает. Ну, от машины у людей ломаются или кому-то лень выйти. Приходится отгребать от машины, чтобы трактор мог очистить проезжую часть. Брошенные автомобили, а точнее их горе-водители. Головная боль практически каждого дворника Тюмени. С лопатой в бой Геннадий выходит во двор широтной 192 уже три года. Автомобилистов не ругает. То ли в силу возраста, то ли в силу характера к своему делу относится. Философски. Бери лопату, кидай дальше. Пока летит, отдыхаешь. Вселый день на свежем воздухе. И как бы на здоровье лучше влияет, наверное, свежий воздух. И физически не сидишь. За нелегкий труд дворник Геннадий слышит только слова благодарности. Самые импульсивные жители, как в Италии, кричат спасибо прямо из окон. Убирают, но снег идет, сами видите. Много навалило, жалко их очень даже. Из нескольких дворов на широтной за два предпраздничных месяца было вывезено около 60 машин снега. Объемы большие, поэтому не обижают дворников и работодатели. Ну, премиальные они у нас получают. Так как сейчас идет снегопад, и все выходные были снегопады, рабочий день ненормированный. После долгой борьбы со снежными завалами работяг согревает горячий чай. Отдых по расписанию недолгий. 15 минут и снова за лопату в бой. Дарина Скорнякова и Сергей Кондаков. Тюменское время. Что еще интересного происходило в области и из-за ее столицы, далее в коротком обзоре событий. Умники и умницы. В Тюменской области стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Первыми задания выполняли знатоки французского и татарского языков. Общее количество участников рекордное 840, предметов традиционно 22. Самая серьезная конкуренция у физиков. Олимпиаду по этому предмету напишут около 100 ребят. А на астрономию заявились почти в три раза больше школьников, чем в прошлом году. Возросли и требования к победителям. Выросла конкуренция на уровне России. Для того, чтобы сегодня быть конкурентоспособным, нам на региональном уровне, наши дети должны выполнять не менее 90% заданий. Ну, в зависимости, допустим, 90-95, чтобы попасть в лидеры на российском уровне. На тропе войны. Проезд в гаражном кооперативе на Широтный разделил жителей микрорайонов на два лагеря. Одни за то, чтобы власти его легализовали, другие категорически против. Дело в том, что существующая тропа позволяет значительно сократить путь из Тюменского, 3, до улицы Широтный. Однако члены гаражного кооператива частенько перекрывают доступ. Гаражный кооператив у нас строился в то время, когда Тюменского микрорайона даже не то, что в планах не было. То есть там у нас были еще пахты земли. Поэтому кооператив Широтный был вот крайний, поэтому он сформировался таким образом, что перекрыл теперь, в настоящее время, проход к новой инфраструктуре. Большинство присутствующих проголосовали за легализацию прохода. Далее проект направят на юридическую экспертизу для принятия окончательного решения. Кинотеатр «Юбилейный», деревянный мост через Туру. Эти и другие уникальные снимки можно увидеть на новой выставке в деловом центре «Вернисаж». Проект «Тюмень. История и реальность» представил фотограф Андрей Черепанов. Часть снимков раритетной коллекции – дело рук мастеров прошлого. Шустера, Высоцкого, Демуса и Космакова. Чтобы опознать некоторые фотографии, Черепанову пришлось изрядно потрудиться. Всего на выставке представлено 72 работы. Многие работы чуменцы либо видели очень-очень давно, естественно, уже не помнят, либо не видели совсем. Потому что у любого фотографа, что называется, в загашнике, в негативах, лежит много снимков, которые ждут своего, скажем, времени. Увидеть развитие известных мест, как они выглядели в прошлом веке, в позапрошлом веке буквально даже, и в настоящее время. С 1 января все страховщики должны заключать договоры в электронном виде. До этого момента систему, что называется, обкатывали, с особым акцентом на тех, кто вдруг решится заняться подделкой. Открыть сайт компании, внести необходимые данные и расплатиться пластиковой картой. Процесс оформления полиса занимает считанные минуты. После заполнения необходимых данных на сайте и оплаты требуемой суммы к вам на почту придет вот такой бланк в формате PDF. Именно его необходимо распечатать, положить в бардачок и предъявлять по первому требованию сотрудника полиции. Нововведение сразу вызвало массу вопросов у автомобилистов. И основной из них, как инспектор на дороге отреагирует на такую бумажку. Ведь в правилах написано «предъявить полис», а не распечатанную копию. Если в глазах инспектора появляется противоречие между пунктом 2.1 правил дорожного движения и правилами страхования, которые закреплены в федеральном законном Аббасага, то руководство необходимо в федеральном законном Аббасага, где написано, что полис цифровой, он подписан электронной подписью и он имеет точно такой же вес, как и полис, который выдавался ранее. Самые хитрые экономные тут же предложили свой вариант. Напечатать поддельный полис. Чтобы показать инспектору на дороге, этого должно хватить. Но в ГИБДД предусмотрели и такое развитие ситуации. Обмануть стражей порядка не удастся. Инспекторы ДПС на линии проверяют наличие этих документов. У нас есть соответствующее программное обеспечение, которое позволяет проверить подлинность этих страховых полисов. Поэтому с этим никаких проблем нет. А вот добросовестных страхователей ждет сюрприз. Заполняя бланк на сайте крупной компании, совершенно не обязательно, что договор будет заключен именно с этим страховщиком. Страховая компания смотрит, хочет ли она видеть данные транспортные средства у себя в компании или нет. Если нет, она скидывает в общую корзину. А где уже из общей корзины будет выбираться одна страховая компания, у которой наименьшее число процентов заполнения электронного ОСАГО. И туда уже уйдет страховой полис. Специалисты уже сошлись во мнении, что новшество играет на руку только страховым компаниям, которые изначально не хотят связываться с клиентами высокой группы риска. А общий объем электронных полисов вряд ли превысит 10% от всего числа. Николай Смирнов, Евгений Доценко. Тюменское время. А вот регистрация недвижимости в электронном виде уже точно популярностью пользуется. Вместо утомительного ожидания своей очереди в МФЦ – удобная подача документов. Прямо в офисе. Одна из крупных риелторских компаний Тюмени именно так уже и работает. Наталья и Ольга решили свой квартирный вопрос с помощью агентства недвижимости «Сова». Здесь очень хорошая команда, кто работает. Все помогали. Коллектив дружный. Как домашняя обстановка. Все быстро, оперативно. Обычно неделя, говорят. А здесь вот три дня. То есть сначала сделка. Сказали мне, что вот через неделю позвонили вчера и сказали, сделка уже все. Подходите, подписывайте. Все это благодаря новому уникальному сервису «Электронная подача документов на регистрацию недвижимости». Агентство недвижимости «Сова» является первой в России площадкой среди агентств, на который запущен сервис по подаче документов на регистрацию недвижимости в электронном виде. То есть сейчас весь перечень услуг, связанные с покупкой и продажей недвижимости, можно осуществить в одном месте. То есть это значительно экономит время наших клиентов. Срок регистрации сократился до двух дней. При этом процесс юридического оформления недвижимости стал значительно проще. Все услуги можно получить в офисе агентства. Наше агентство уже давно помогает клиентам сэкономить до 500 тысяч рублей при оформлении ипотеки. А сейчас еще и ускоряет процесс сделки. Документы на регистрацию можно подать в электронном виде прямо в офисе агентства. При этом клиент посещает офис только один раз. Новый сервис будет удобен и для иногородних клиентов. Теперь можно купить квартиру дистанционно. Сервис «Электронная подача документов на регистрацию недвижимости» позволяет приобрести недвижимость и без ипотеки. Жилье на вторичном рынке не исключение. Карина Закирьянова, Евгений Проскуряков, Сергей Мякишев. Тюменское время. Партнер программы – челябинская птицефабрика «Равис». Птица из Рощина. Качественная мясная продукция по ценам производителя теперь и в Тюмени. Помню, как в детстве на праздник мама готовила цыпленка по любимому мной рецепту. Курочка на бутылке. Лучшие семейные традиции передаются из поколения в поколение. Тушка сочная гриль «Равис». 109,90. Пакет для запекания в подарок. Сразу после рекламы. Сегодня средняя поищаемость хоккейных матчей «Рубина» составляет меньше 2000 человек. В принципе, не так уж и мало, учитывая серьезную плотность календаря. Ну и немного. Чем у нас будут подогревать страсти на льду, уточнит Никита Филиппов. Мы смотрели по прогнозам синоптикам тайских, что они предвещают, что, возможно, еще будет одна волна. Таиланд в объятиях стихии. Как выживают там тюменские туристы? На территории музея-заповедника растет множество деревьев. А у какого именно загадывать желание, покажет Наталья Жукова. Спасибо, что вы с нами. Продолжим. 11 января в России день национальных парков и заповедников. На Югитимяской области нет ни того, ни другого. Но это вовсе не значит, что охранять нечего. Заповедные места есть в 15 минутах езды от города. Нога человека здесь, конечно, ступает, но только по дорожкам. Здесь детки у нас могут посмотреть. Видно даже сейчас под снегом жилище 9-11 век. Здесь, что не квадратный метр, то заповедная земля, на которой издавна жили люди. Именно поэтому в 80-х годах прошлого века на озере Андреевском открыли археологический музей-заповедник. Ирина Малых – одна из тех специалистов, кто воссоздает быт и культуру коренных народов Севера. На территории музея-заповедника растет множество деревьев. Но пять лет назад, когда восстанавливали священное место, старейшины выбрали именно это дерево для проведения традиционных обрядов. Почему – не говорят, но народы Севера следуют их совету. Да и туристы подтверждают, что просили у дерева во время экскурсии все сбывалось. Потому прислушиваются и к другим словам музейщиков. Ходят только по тем дорожкам, которые здесь протоптаны, чтобы не навредить природе. А какое удовольствие для детей, слушая экскурсию летом, видеть, как растет костяника, цветут подснежники, земляника. Территория заповедника – 200 гектаров. На них сотни археологических памятников. Во время раскопок в разное время здесь было обнаружено множество артефактов. Самые ценные из них хранят в музее. Например, вот эти вещи, принадлежавшие древним воинам. Мансийского воина можно было определить вот по такому поясу. Он носил пояс с кожаными бляхами. А мы-то с вами знаем, что у народов Севера носить одежду без пояса – вообще верх неприличия. А мужчине потерять свой пояс – это то же самое, что потерять достоинство. Есть среди музейных экспонатов и такие, о которых и говорить-то неприлично. А раньше их использовали во время самых важных обрядов, от которых зависело пропитание всего рода. Фал каменный использовался для обряда плодородия. Скульптура змейки – символ мудрости. Скульптура птички – это проводник души человека. Предметы, которыми пользовались древние ханты и манси, находят и в наши дни. Причем не всегда это улов археологов. В частности, рыбаки довольно часто приносят нам фрагменты керамик, издают, что копали червей. Не у нас, конечно, а подальше, там, на Андреевском, за лагерем Витязь. И вот находят во время выкапывания червей. Музейщики не сомневаются, заповедная зона преподнесет еще много сюрпризов. Главное – сохранить землю, которую древние люди считали священной. Наталья Жукова, Алексей Красных, Тюменское время. Вроде бы и рабочий год начался, а самолеты в Таиланд летят заполненные. Туристов не останавливают новости о разбушевавшейся стихии. Из курортных зон подтопило остров Самуи. Эти кадры были сделаны российским туристам. Кстати, сейчас вылетающим в Таиланд рекомендуют для отдыха выбирать материковые курорты и морально готовиться к возможным задержкам рейсов. Ни на один день паромы не останавливались. То есть гостиницы работали. Телефоны работали, свет работал. То есть все было нормально, никаких жалоб от туристов нет. Единственное, мы смотрели по прогнозам синоптикам тайских, что они предвещают, что возможно еще будет одна волна дождей. И вот тогда возможно, что Пхукет затронет. Но пока что, слава богу, все хорошо. Новый год. Он новый не только из-за смены цифр шестерки на семерку. Вместе с боем курантов в силу вступают новые правила работы во многих отраслях бизнеса. Каковы изменения в туристической сфере? Уточним, это у председателя Совета региональной ассоциации тюменских туристических организаций Натальи Чагиной. Наталья Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите честно, вы с ужасом 1 января проснулись? Вы и ваши коллеги. К этому ужасу мы уже так немножечко подготовились, привыкли где-то месяца за 2, за 3, а то и может быть за полгода. Но прежде всего, конечно, это самая главная поправка, это работа турагентства от имени по поручению туроператора. Понятно, для туроператоров это, с одной стороны, было невыгодно, потому что на них ложится полностью ответственность. Даже за тот тур, за исполнение своих обязательств перед туристом, даже если турагентство забронировало у них тур и не проплатило. Ну и для того, чтобы себя подстраховать, они придумали такую вещь, как фингарантии. Какие еще нововведения? Второе нововведение – это то, что было создан теперь каждое туристическое агентство. Помимо того, что оно должно быть зарегистрировано как юридическое лицо или как индивидуальное предпринимательное, оно должно входить в реестр турагентств, который создан при турпомощи. Но мы видели ее несколько в другом свете. Нам все-таки хотелось, чтобы это было, если лицензирование, как нам сказали, оно в принципе невозможно, что если все-таки был бы создан вот этот реестр турагентств, вхождение в него было бы таким формальным, как оно случилось сейчас. Все-таки мы смотрели, что это должно быть требование и к персоналу, и к самому офису, к наличию техники и всех других условий прежде всего. Значит ли, что наличие этого реестра и наличие какого-то турагентства в нем вообще ни о чем не говорит? Ну, вы знаете, к сожалению, если посмотреть правде в глаза, по большому счету, это просто галочка. А чем еще важно знать туристам в этом отрасли? Ну и, наверное, такое самое рабочее на данный момент новшество в законодательстве – это аттестация экскурсоводов. Как это будет происходить, пока еще до конца не ясно. Кроме того, что должна быть создана комиссия на региональном уровне, в которую должны входить помимо представителей органов власти в сфере туризма, еще и представители общественных профессиональных организаций. У нас создается уже такая комиссия? То есть у нас какие-то шажочки в Тюменской области на эту тему делаются? Да, шаги делаются. В общем-то, в этом мы тоже принимаем определенное участие. Вот у нас есть экскурсовод, который свои экскурсии проводит, ну, мягко скажем, на нецензурном русском языке. Туристам это очень нравится, но вот такая экскурсия, она пройдет аттестация? Здесь же не будет аттестовываться, скажем так, по крайней мере, вот сейчас на данный момент, как это рассматривается, не будет аттестовываться какая-то конкретная экскурсия. Здесь будет и не будет аттестовываться сам экскурсовод, как вот физлицо, да? Здесь будут аттестовываться его знания, знания материала. И, а вот опять же, подача, как он этот материал подает, ну, понятно, об этом можно много спорить. Потому что есть классическая подача, да, материала, есть вот такая подача материала, может быть, еще третья подача материала. Например, четвертая театральная, она тоже существует. Ну, какая правильная, наверное, сказать очень сложно. Иска, которая нравится туристам, и та, после которой у них остается что-то в голове, так скажем. Как сказал этот экскурсовод, зато моей экскурсии никто не ворует. Это невозможно повторить. А есть ли у нас в Тюмени экскурсоводы, которые готовы достойно водить туристов вот по нашему отрезку чайного пути? Конечно, и не один. Более того, вот сейчас 13 января на базе Тюменского государственного университета совместно с региональной ассоциацией Тюменских туристических организаций как раз будет проводить, пройдет мастер-класс по чайному пути. Как раз вот все будут освещаться все проблемы и его разработки, все нюансы. Будет проводить этот мастер-класс Наталья Алексеевна Балюк. Поэтому мы приглашаем, во-первых, естественно, все туристические агентства, которым этот вопрос интересен, посетить этот мастер-класс. Ну и, конечно же, жителей города Тюмени. Где во сколько? В 11 часов в здании Тюменского государственного университета на улице Ленина. Вся подробная информация размещена на нашем сайте rata72.ru. Спасибо, Анталия Викторовна. Международных соревнований по биатлону и лыжным гонкам в Тюмени в этом году не будет, но это вовсе не значит, что все, спортивная жизнь остановилась. У нас есть за кого поболеть и кого поддержать. Быстрая контактная мужская игра с дубинками в руках и ножами на ногах. Так когда-то охарактеризовал хоккей американский писатель Пол Геллика. Любимым миллионами вид спорта в нашей стране сегодня переживает непростые времена. Главная проблема – все меньше болельщиков приходят на стадионы. Например, на играх Тюменского рубина трибуны обычно заполнены лишь наполовину. Сегодня средняя поищаемость хоккейных матчей Рубина составляет меньше двух тысяч человек. В принципе, не так уж и мало, учитывая серьезную плотность календаря. Поэтому показатель Тюмень находится где-то в середине списка городов лиги. Правда, старожилы отмечают, раньше интерес к хоккею в городе был немного выше. Новое руководство Рубина намерено возродить былой интерес. Например, на матче с участием молодежной команды Тюменский легион организован бесплатный вход. Молодежка, к слову, неделю назад побила рекорд посещаемости. В январские праздники на игру пришла тысяча человек. Сегодня в команде выступают только местные воспитанники. Это тоже политика нового руководства. Хоккей немножко другой стал, на мой опять же взгляд. Когда играют все свои, когда играют ради кого-то, это интересно. И болельщикам это очень приличает. На данный период времени делаются комнаты для семьи. То есть можно прийти с семьей и оставить ребенка, где просто присмотрят профессиональные педагоги. Хоккей – зрелищная игра, которую лучше наблюдать с трибуны. Здесь болельщик видит полную картину матча. Вообще в Ледовом дворце царит по-настоящему семейная атмосфера. Эти девушки из группы поддержки очень переживают за молодежку. У каждой в команде играет парень. А вот настоящие фанаты. Каждую игру они приходят сюда, чтобы зарядить команду на бой. Это нужны самим игрокам, это большая поддержка. Они сами об этом говорят, что это все чувствуется на бой. Команды борются, стараются. В Тюменском легионе играют одни местные парни. В Рубине играют и местные, и приезжие парни. Но мы сейчас ходим в зону плей-офф, поэтому надо поддержать парней, чтобы было больше народу. Это наш город, наша команда. Я думаю, каждый, если уважает свой город, должен ходить на хоккей. С 23 января начнется домашняя серия игр Рубина. Все матчи проходят в вечернее время или выходные. Сходить на хоккей? Чем не совместный семейный отдых? Никита Филиппов, Владимир Кондратьев. Тюменское время. Для других семейный отдых это шоппинг. Хотя сейчас в период распродаж по азарту и накалу страстей он приближается к спорту. Но в покупке теплой одежды нужен холодный расчет. И вот куда он вас может привезти. Первый месяц нового года – это пора долгожданных распродаж. Полюбившаяся многим выставка-ярмарка «Шуб» от Кировской меховой фабрики согревает тюменцев горячими предложениями. Все наши изделия можно приобрести как за наличный, так и безналичный расчет. В рассрочку до 12 месяцев, либо в кредит до двух лет. При покупке любого изделия действует скидка до 30%. Новая коллекция «Шуб» от отечественного производителя полностью отражает последние тенденции. Яркий цветной мех, современные фасоны, нестандартные комбинации разных фактур и элегантные декоративные элементы не оставляют равнодушными тюменских модниц. Впрочем, как и качество представленных изделий. Кировские меховщики издавна известны во всем мире. У нас свое зверохозяйство, где выращивается огромное количество видов животных. Более 60 лет уже, где постоянно ведутся опытные селекционные работы. Мы горды тем, что на Вятке уже более 100 лет существует меховое училище, где готовят кадры для меховой промышленности России. И это, конечно, не может не отражаться на качестве изделий. Убедиться в этом можно, внимательно изучив этикетку на изделии. Гарантом качества послужит бирка-чип, позволяющая при помощи приложения в смартфоне узнать, откуда прибыла меховая красавица. Выставка-ярмарка будет радовать тюменцев всю неделю в ДК «Железнодорожник», а затем отправиться дальше. Поэтому не упустите свой шанс исполнить давнюю мечту о красивой и качественной шубе. Дарите Террина, Леонид Ализаревич, «Тюменское время». Финальная минутка эфира посвятим погоде. 12 января в обеих столицах день пройдет без осадков. В Тобольске до минус 27, в Тюмени 18-20 ниже нуля. Партнер нашей программы «Аптека.ру» ваш гид в мире лекарств. На этом у нас все. На сегодня и завтра в этой студии встречайте Ксению Волкову. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин